Здравствуйте, уважаемые зрители канала Нейромир ТВ! В эфире программа «Политэкономика для всех» Программа, в которой мы говорим о политике Программа, в которой мы говорим об экономике и их взаимосвязи Последние дни, ну просто какая-то фантасмагория, как в сказке Чем дальше, тем страшнее Новости политического, политики, они как какие-то магические битвы С планеты Панга, вымышленные такой магические планеты И экономические новости им подстать Тоже, что не новость, то думаешь, ну и сказочки, ну и сказочники Вот поговорить об этих сказочках и сказочниках И вообще об этом дурдоме я пригласил сегодня в нашу студию Хорошо знакомого вам Валентина Юрьевича Катасонова Валентин Юрьевич, ну вот все-таки Последние новости Вот атака дронов на нефтеперерабатывающий завод Саудовской Аравии Скачок нефти Иранские прокси, которые там что-то устраивают Это с одной стороны С другой стороны заявление министра финансов и наших финансовых структур Разгром отечественного бизнеса Это с одной стороны дурдом С другой стороны это шаманы, которые идут искоренять, изгонять Путина Их винтит ОМОН Снова люди какие-то собираются, снова винтит ОМОН Ну то есть вот такая вот ОМОНовинтильная война Кроме того, еще четыре колдуна задержали в Чечне Там тоже они какой-то свой колдунский заговор учинили Вот на ваш взгляд экономиста, политика, специалиста в политэкономии Что это такое? Вообще вот как объяснить этот дурдом? Ну Игорь Валентинович, я последние годы Когда ко мне обращаются с вопросами Как вы, как экономиста, прокомментируете, оцените то или иное событие Я говорю, вы знаете, вопрос не совсем по адресу Вам надо бы адресоваться к какому-нибудь медику, психологу А чаще всего психиатру Вот, на самом-то деле, конечно, то, что происходит сегодня в наших верках Это, конечно, тоже шаманизм в еще более таких экстремальных формах Это какие-то формы беснования, это какие-то уже психические, психологические отклонения от нормы Я действительно консультируюсь с психологами и психиатрами И они, в общем-то, подтверждают мои подозрения Они подтверждают мои гипотезы У меня даже есть в библиотеке уже справочник по психиатрическим заболеваниям Вот, например, такое психическое заболевание, как аутизм Аутизм — это, значит, восприятие действительности через розовые очки Я так популярно не использую специального языка медицинского, латыни и так далее Но у детей бывает аутизм, он иногда проходит, иногда, значит, он остается И чаще всего взрослые люди, они не годятся для выполнения каких-либо там серьезных дел Их, как правило, на Западе не принимают на работу Они имеют какую-то форму инвалидности Но у нас, судя по всему, такие люди попадают на высокие должности И, в общем-то, ну некоторые, правда, из моих коллег-психологов-психиатров говорят Что, Валентин Юрьевич, это уже скорее даже не аутизм Это скорее уже шизофрения Шизофрения, ну там раздвоение сознания Невозможность, значит, увязать два каких-то факта Два каких-то явления Вот это видение только какого-то кусочка целой картины И непонимание устройства всей панорамы Ну и так далее, и так далее Ну и повторение каких-то одних и тех же шаманских фраз Вот буквально я в одной из статей так и говорил Что вот некоторые наши чиновники, они мне напоминают шаманов Потому что они твердят одно и то же Ну, например, там таргетирование инфляции К месту и не к месту Таргетирование инфляции Но может поэтому они, шаманы, испугались, почувствовали конкуренцию Судя по всему То есть на самом-то деле шаманизм и вот эти беснования Они здесь, в верхах, понимаете И уж если действительно там какие-то шаманы, язычники Значит, пытаются как-то воздействовать на людей, на чиновников Ну, у нас же некоторые чиновники себя позиционируют как православные Ну, вы тогда, значит, какие-то примите меры Которые приняты в православном мире Среди православных людей Ну, хотя бы какой-нибудь закажите молебен там, я не знаю А вы думаете, это поможет? Епископа с кадилом на пути этих шаманов Чтобы остановить их Ну, понимаете? Но послали-то не епископов, а ОМОН Все-таки магическим, а против ОМОНа все-таки не устоит Я никак не могу понять, значит, за кого воспринимают этих шаманов Что это просто какие-то диссиденты, там, я не знаю Политические маргиналы Или это все-таки какие-то язычники По какой статье их задерживают? На самом-то деле Ну, звучало такое мнение Я не встречал с этой темой, но я не встречал никаких Вот, естественно, у меня другие темы, другие вопросы Ну, тема вот этого шамана, она сейчас там топовая Я нигде не встречал объяснения, значит, за что задержали бедного шамана За создание экстремистского сообщества Да, ну, извините, шаман шел с марта месяца Шел с марта месяца Вот, и до самого-то деле могли тогда где-то, скажем, в начале его этого военжа А тогда сообщества не было Просто по ходу к нему стали подключаться люди И Москва испугалась, что к Москве подойдет уже дивизия 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 шаманов, да И сочувствующих Ну, вы знаете, такого еще в истории России не было, да Там были католики Там были, значит, какие-то с Востока Всякие татарно-татарные Ильян Пугачев же шел, тоже и обрастал, походу, войсками Может быть, они этого испугались? Я уж не знаю, там, опять-таки, чего они боятся У Пугачева, по крайней мере, пушки были Если так, по Пушкину-то, я вспоминаю эти сюжеты Вот, там была у него и своя кавалерия А здесь-то, собственно говоря, шаман С бубном Единственное оружие — это бубен Да, но, скажем так Рационально объяснить действия властей невозможно Так это вот как раз и лишний раз подсказывает, что, видимо, у властей какие-то психологические, мягко выражаясь, а может быть, все-таки психические отклонения Потому что они не могут четко и внятно объяснить, значит, мотивацию своих действий Не могут они это сделать Вот они просто вот как-то так действуют интуитивно, рефлекторно, если так можно выразиться А это вот как раз признак аутизма Ну вот, в одной из программ наш гость Евгений Гельбов рассказал, что там в верхах очень сильно развит оккультизм, мистицизм И вот такое вот камлание на всяких оккультных техниках, практиках И влияние этих людей, там, старцев, на высшую власть очень велико Вот в современном мире, где есть реальная экономика, реальная политика Вот эти камлания, они как? Как-то вот коррелируются? Они могут помочь государству выйти из той сложной экономической и политической ситуации? Игорь Антимович, нынешняя ситуация, она очень напоминает ситуацию, которая складывалась в России в начале 20 века А в этом писал еще известный русский мыслитель Лев Александрович Тихомиров Который говорил, что в конце 19 века в России, значит, сложилась атмосфера такого вульгарного материализма И он совершенно правильно говорил, что люди по своей природе, они духовны, они не могут жить в таком сугубо материальном мире Где все строится на таком примитивном детерминизме И он говорил, что это неизбежно порождает какие-то новые версии религиозного сознания Но это оккультизм, это, значит, спиритизм Это то, чем увлекалась интеллигенция в конце 19-го, начале 20-го века Вспомним Серебряный век В общем-то, Россия была православной страной, но неожиданно, значит, наша интеллигенция Она как-то стала стесняться, что она православная И вот они стали искать каких-то новых себе там идолов Но это называлось богоискательством Это называлось богоискательством, и вот они доискались Они доискались, что произошла революция 1917-го года А что там было вот в этой творческой среде Серебряного века? Ну, там, в общем-то, самое такое уже неприкрытое было беснование Вот, там уже что-то такое было запредельное Но я не хотел бы сейчас описывать эти детали Посмотрите там, например, биографию одного из поэтов Серебряного века Кузьмина, Михаила Кузьмина В общем-то, там уже был просто свальный грех А вот среди вот этой творческой интеллигенции Так что там творилось что-то такое страшное Хорошо, а как это связано с экономикой, с развитием бизнеса современного? Почему происходит вот такой обвал? Закрываются бизнесы, все как-то уходят в кэш Вы поймите, Игорь Валентинович, было еще одно беснование, которое, собственно говоря, привело к таким уже изощренным оккультно-мистическим формам Это беснование на почве денег Беснование на почве денег И смотрите, Россия 60-х годов Это реформа Александра II Редко, когда историки все называют своими именами Это 19 века, я уточню, а не 20 А? Это 19 века, не 20 Я говорился, наверное, извините, 19, да Это был разворот в сторону капитализма Значит, не можете служить Богу и Мамоне Ну вот стали служить Мамоне А это ведь Господь предупреждал, что Мамона — это бес И поэтому... А вы посмотрите, что творилось-то Что творилось? Федор Михайлович Достоевский в своих романах и писал, что творилось Первый роман — «Преступление, наказание» Оказывается, если Бога нет, значит, все можно Можно убить старуху-проценщицу Дальше мы там читаем его романы «Беса», «Идиот», «Братья Карамазовы», «Подросток» Это вот портрет нашей России в 60-70-х годах Один из романов прямо так и назывался «Бесы» И Федор Михайлович Достоевский прямо сказал, что кончится это тем, что бесы, значит, завладеют Россией Но ведь шаман шел изгонять бесов из Кремля Вот как раз за этим он и шел Он что, тоже Достоевского начитался? Бесы бесов не могут изгонять Это еще в Евангелии сказано, да? И дальше тогда разрушится Их это, все царство Вильзевула Это я привожу слова из Нового Завета Поэтому думаю, что, скорее всего, конечно, тут Я даже не могу сейчас описать, что это происходит Но это вот, понимаете, какая-то вот просто вот Даже не знаю, каким это словом назвать Это пародия, это пародия, понимаете? На самом-то деле, конечно, сейчас мы смеемся И тогда тоже, где-то в начале 20-го века Некоторые крутили пальцем около виска и говорили Вот эти сумасшедшие там деятели Вот того же самого Серебряного века Ну а потом-то они уже кровавыми слезами плакали Они потом все оказались в эмиграции И уже в эмиграции они начинали, значит, каяться И признавать свои грехи Вот, ну, знаете, это вот у Густава Лебана все описано Это его известная работа конца 19-го века О психологии толпы Я думаю, что не случайно эта работа появилась в конце 19-го века Потому что и Европа вся бесновалась Европа вся бесновалась И это европейское беснование кончилось Первой мировой войной Так что, вот Но вы понимаете, Европа-то она была уже неизлечима Там работа Шпенглера «Закат Европы» Там были многие другие мыслители И европейские, и русские Которые говорили, что Европа, собственно, уже обречена Ну, Россия в этом смысле как-то Она все-таки находилась По крайней мере частично Под каким-то покровом Божьей защиты Вот, ведь, смотрите Россия могла кончиться где-нибудь в 18-м году Пришли большевики, да Ну, понятно, что большевики Люди не очень приятные Что же там говорить Но это как бы инструмент, с помощью которого Бог лечил русский народ Ну и потом, действительно, вот через эти страдения, через эту кровь Люди, в общем-то, стали как-то немножко приходить в себя И тут происходят какие-то метаморфозы Не только с массами, о которых писал Густав Лебен А происходят какие-то метаморфозы и с политическими лидерами Ну, взять того же Сталина Кто был Сталин там в начале 20-го века? Он был такой, я бы сказал, бомбист Или, в общем, так сказать Человек, который добывал деньги для партии Да, в общем-то, человек, который не ошибка Ну, произошло какое-то преображение Сталин уже в середине 20-х годов был совершенно другим человеком Я хочу сказать, что с точки зрения православия Мы тоже не можем быть рационалистами Мы не можем все выстроить на причины следственных связей Понимаете? Здесь у большевиков, у бесов есть понятие революции У православных есть понятие преображения Ну, на мой взгляд, с Путиным получилось ровно наоборот, как со Сталиным Если пришел он как спаситель То сейчас его почему-то все колдуны воспринимают как беса Ну, вот обратное движение Или вы не согласны со мной? Вы знаете, я как-то редко смотрю телевизор И даже я, скорее, общаюсь с простым народом Простой народ пока еще не проснулся, не очнулся И, с моей точки зрения, была очень хорошая форма в советское время Каждый народ имеет того правителя, которого заслуживает Вот когда начнутся какие-то тектонические процессы в народе Тогда появятся другие правители А для того, чтобы начались какие-то тектонические процессы в народе Ну, для этого он должен действительно испить чашу до конца Что, мы еще не все испили, да? То есть маловато будет, а еще надо? Ну, в общем-то, пока еще самых горьких лекарств мы не получали Так, хорошо, про лекарства заговорили Экономика может быть тем лекарством, которое приведет всех в чувство? Нет, нет, экономика находится на хвосте, понимаете? Я экономик всегда воспринимаю как четкий индикатор От того, значит, в каком духовном состоянии находится общество Сегодня у нас экономики как таковой нету Экономика, по-гречески, это домостроительство Мы сегодня имеем доморазрушение И процесс разрушения продолжается Я не вижу никаких признаков домостроительства Вы посмотрите, что происходит Каждый год из страны утекает порядка 100 миллиардов долларов Ну, я каждый год пересчитываю платежный баланс Беру чистый отток частного капитала Беру чистая сальда инвестиционных доходов И беру, значит, прирост золотовалютных резервов В среднем получается по 100 миллиардов Ну, понятно, что это разграбление Это просто откровенное разграбление страны Вот, ну, и для того, чтобы как-то это разграбление Выглядело более-менее прилично Значит, поставили каких-то людей Не вполне адекватных, которые вот как раз И занимаются этим камланем Они вот нам произносят какие-то странные слова Типа там таргетирование инфляции Или стабилизация экономики Или, значит, отрицательные темпы экономического роста снизились Вот как понять выражение Отрицательные темпы экономического роста снизились Ну, очень просто Шаман просто уже в Минфине, да? И он там шаманит Ну, понимаете, это вот какой-то язык Для русского человека просто непонятный А понимаете, ведь все шаманство И всякие вот эти эффекты Связанные с гипнозом Они связаны на использовании Непонятных людям слов И люди начинают немножко комплексоваться Они начинают думать, какие мы глупые Вот какие они там умные Ну, взять того же Максима Орешкина Министра экономического развития Да, это, кстати, хохма Последние недели с Орешкиным Ну, я последнюю неделю не успел читать Тут был занят серьезной работой А две недели назад просто почитал заголовки Я был просто поражен Значит, последние пять лет, сказал Орешкин Войдут в учебники Последние пять лет, это имеется в виду 2014-2019 года Вот, я обрадовался, думаю Но, наконец-то, видимо, дошло До нашего министра экономического развития Что последние пять лет Происходило непрерывное уничтожение Российской экономики Я, значит, беру эти интервью Это была, оказывается, целая серия интервью Эти слова насчет учебников Это из последней серии Из последнего интервью Вот, и все внимательно почитал Оказывается, значит, там и мания величия Оказывается, значит, когда Орешкин пришел То есть началась положительная динамика экономического развития Вот, до этого все было плохо Вот сейчас с ним все хорошо Значит, стабилизация Мы, наконец, научились стабилизировать свою экономику В условиях высокой мировой финансовой волатильности Волатильности рынка нефти и так далее, и так далее Ну, и, значит, оказывается Это должно войти в учебники Как великое завоевание В области экономической политики России Но я тогда не применил написать статью В которой сказал, что да, скорее всего Орешкин войдет в учебники Но не по экономике А в учебники по психиатрии Вот, и попросил, значит, экспертов Попросил экспертов Специалистов в области психиатрии Значит, либо опровергнуть мои подозрения Либо, наоборот, подтвердить Ну, и еще такое пожелание Чтобы все-таки для назначения на такие должности Ну, какие-то хотя бы медицинские освидетельствования проходить Ну, у нас таких нет на сегодняшний день Ну, да, я понял Лозунг дня психиатров в Кремле Не, ну, иногда, вы знаете, в Думе даже были отдельные депутаты Которые говорили, ну, это же ненормально Даже в советское время Там, значит, на какую-нибудь самую мелкую должность Я это даже сам помню Требовали справку из психдиспансера Там, хочешь ты стать там, не знаю, зав. отделом в магазине Вот ты должен, значит, получить две справки Или одну справку — это в парткоме Потому что ты идейно выдержанный товарищ А вторая — это психдиспансер Без этого никаких продвижений по службе быть не могло просто, понимаете Вот так вот все было устроено Ну, и вы знаете, они так запудривают мозги Мы даже с вами как-то обсуждали, значит, как они хитро запудривают мозги Ну, на протяжении многих лет они твердят Что, значит, когда происходит снижение цен на черное золото То рубль неизбежно должен падать Помните, я вам рассказывал эту аналогию? Что, значит, этого не может быть Потому что нам еще где-то в 90-е годы внушили Что у России должны быть гигантские золотовалютные резервы Это гигантский такой swimming pool Это такое, значит... Подружка безопасности Да, да, безопасности Поэтому никакие флюктуации, никакая волатильность на рынке черного золота Не может повлиять на стабильность российской экономики И стабильность российского рубля И вот когда они создали этот самый бассейн Сегодня в этом бассейне, как вы понимаете, уже более 500 миллиардов долларов Они начисто забыли Для чего создавался этот бассейн И теперь они верещат по поводу того Что, значит, любое там повышение цен на черное золото Ну, например, события в Саудовской Аравии Это должно, значит, привести к обвалу рубля Ребята, ну вы нас полных идиотов считаете? Или вы полные идиоты? Давайте разбираться Ну, понятно, что, конечно, я даже добровольно готов, значит, пойти Пройти освидетельствование Но я хочу, чтобы наши министры тоже прошли такое освидетельствование Потому что они, в общем-то, говорят какую-то туфту Они говорят полную туфту Вот, и за что ни возьмись Вот эти события в Саудовской Аравии Но ведь, понимаете, это же разводило в чистом виде Разводило в чистом виде Значит, ой-ой-ой Там, значит, эти иранские дроны Они нанесли такой удар по Саудовской нефтяной промышленности Что это, значит, дестабилизировало мировой рынок черного золота Ну, ребята, во-первых Во-первых, значит, Саудовцы уже сказали Что они почти полностью все установили Видимо, с Саудовцами не сильно там советовались Эти самые хозяева денег, которые организовали этот спектакль Во-вторых, значит, даже если происходит какая-то дестабилизация На рынке черного золота У каждой страны, и у импортера, и у экспортера Есть большие резервы нефти Тоже такие своеобразные бассейны Которые предназначены для того, чтобы, значит, не допускать Колебаний цен на черное золото Наконец, значит, кроме бассейнов есть еще страны Которые моментально готовы компенсировать Значит, возможное снижение добычи золота То есть черного золота То есть давайте вот вспомним, значит Как формировался рынок черного золота На протяжении примерно 100 лет С конца 19 века до 1973 года Цена на черное золото Она выражалась в виде горизонтального графика Там изменения спроса и предложения на черное золото Составляли там 1-2-3 процента Этот график прошел через Первую мировую войну Через Вторую мировую войну Даже великие мировые войны Не повлияли на динамику цен черного золота А тут какие-то несколько иранских якобы дронов Они, значит, так перевернули мировой рынок Но это рассчитано на полных идиотов Это рассчитано на тех людей, которые не понимают Как устроены рынки валюты Как устроены рынки черного золота Других биржевых товаров И я хочу сказать, что, в общем-то У нас есть все возможности для того Чтобы вообще не обсуждать эти темы А это делается специально Нам навязывается их повестка дня Для того, чтобы у нас не осталось времени Обсудить вопрос А как нам жить в России? Почему мы должны все время там обсуждать вопрос Саудовской Аравии Или что там сказал Трамп Там буквально, значит, каждую его фразу Каждое слово наши комментаторы обсасывают А почему бы нам все-таки На 90% свою повестку не составить Из внутренних проблем Из внутренних проблем И, например, регулярно вспоминать о том Как в 30-е годы Ровно, кстати говоря Ровно 90 лет тому назад Началась индустриализация Ну давайте поговорим Давайте поговорим Как это все происходило И мы не зависели ни от каких там Не то что колебаний на черное золото Мы не зависели вообще От этого мирового кризиса Ведь мировой кризис накрыл Медным тазом всю западную экономику За период с 29 по 32 год Валовый внутренний продукт Соединенных Штатов Упал более чем в два раза Более чем в два раза Вот вам Американская экономика Которую тогда считали эталоном Вот Валентин Юрьевич Ну вот раз мы заговорили О черном золоте О золоте и валюте Вот Наверное стоит Мы уже говорили про эту тему Когда был 2014 год Когда цены на доллар Выросли в два раза При том что нефть Ну просела Но не так сильно Сейчас нефть возвращается К тем же цифрам Что и были в 2014 году Но скажем так Движение рубля в направлении В соответствующем То есть укрепление рубля Ну незначительное Можно ли говорить Что за прошедшие пять лет Произошло такое изменение экономики Что вот возвращение нефтяных цен На прежний уровень Уже не спасает Экономика смертельно больна Даже если будет 100 или 120 долларов За баррель Удастся ли рублю вернуться К отметкам Там 30 рублей За доллар Никогда Даже если будет 200 Я говорю что Значит Наша власть Говорит Ой-ой-ой У нас проблемы возникают Из-за того Что цена на нефть упала Когда цена на нефть растет Тогда они просто молчат Вот Но дело в том Что все эти избытки Валютных доходов Получаемых От высоких цен На черное золото Они ведь Не остаются В российской экономике Они уходят За пределы Российской экономики Но вот Вы же знаете Что есть Так называемые Бюджетные правила Под Вроде бы Таким Благовидным Предлогом Фонд национального благосостояния Деньги выводятся Из российской экономики Между прочим Я почитал Значит Документы Касающиеся Фонда национального благосостояния Это фонд Который Оказывается Был создан Для того Чтобы Значит Стабилизировать И Наполнять Пенсионную систему Российской Федерации Вот Уже сколько Месяцев Идет Дискуссия По поводу Пенсионной реформы Но почему-то Никто не увязывает Вот Эти два явления Пенсионная реформа И фонд Национального благосостояния А фонд Национального благосостояния Он работает На западной экономике А не на российских Пенсионерах Причем Значит Он Представляет из себя Портфель Казначейских бумаг Западных стран Многие Казначейские бумаги Имеют уже Отрицательный процент Скажем Немецкие Казначейские бумаги Имеют давно Отрицательный процент Скоро В отрицательную зону Уйдут Бумаги Даже Стран Южной Европы Я уж не говорю Там Про Голландию Про Францию Франция уже Где-то на нуле Или даже Ниже нуля То есть Это Вот Откровенное Разграбление Страны А то что значит Не ушло за пределы страны В виде Вот Валютных активов Фонда Национального Состояния То уходит В виде Чистого оттока Частного капитала И обратите внимание Сейчас Очень активно Вентилируется вопрос О том Чтобы Значит Провести Дальнейшую Либерализацию Валютного Законодательства Я считал Что полная Валютная Либерализация Была Произведена Еще в середине Нулевых годов Когда значит Были изъяты Из федерального Закона О валютном контроле И валютном регулировании Все ограничения На движение Капитала Оказывается Значит Сейчас Предлагается Разрешить Экспортерам Нефти И других Сырьевых ресурсов Не возвращать Валютную выручку В страну То есть Грабеж Продолжается И он Не зависит От цен На нефть И доллар Уже никогда При нынешней власти Я подчеркиваю Не вернется К прежним Значениям И валютные Заемщики Или и валютные Ипотечники Так и останутся С протянутой рукой На площадях Вот такой вывод Игорь Валентинович Я вообще хочу сказать Что мы В наших Беседах Должны Все время Подчеркивать Что Обсуждение Темы Валютного курса Доллара Это доказывает Что наша Экономика Находится В тяжелейшем Положении Мы должны Обсуждать Совершенно Другие Проблемы Если Значит Американская Валюта Здесь Обращается Если Она здесь Используется Как Средство Накопления И так далее То это Строго говоря Нарушение Российского Законодательства Вот Конституция Значит Статья 75 Говорит о том Что Единственной Валютой На территории Российской Федерации Является Рубль Введение Иных Валют Запрещено Вот Без Этого Мы Вообще Не сможем Даже Подняться С колен То есть Моя мысль Предельно Проста Рубль Должен быть Внутри Российской Экономики А Ни Евро Ни Американского Доллара Ни Британского Фунта Ни Даже Китайского Юаня Внутри России Быть Не должно Иначе говоря То есть Двух-трехконтурная Система Финансового Оборота О чем Мы Твердим Уже Наверное Лет Шесть Вот В наших Программах И самое Интересное Что Долларизация Будет усиливаться Потому что Курс рубля Безусловно Будет Только Падать И Соответственно Спрос на Американскую Валюту Будет Только Расти Поэтому Вот Все Эти Заклинания Насчет Того Что Нам Нужна Валюту Это В чистом виде Шаманства Я слежу За этим Шаманством Уже Я не знаю Там Лет 20 Уже По крайней мере У меня Целая коллекция Таких Заклинаний Есть А сколько Заклинаний Например На тему Импортозамещения Валентин Юрьевич Вам надо Купить Бубен И тоже Пока Младь Немножко Глядишь Там В Минфине Разосется Нет Мы люди Православные У нас Другие Средства Ну да Православные Нет Я как раз Вы знаете Вот Часто И использую Это сравнение Что это Именно шаманское Камлание То есть Они вот Из года в год Повторяют Одни и те вещи Правда Знаете Тут определенная Закономерность Вот он Немножко Покамлал Но ничего Не произошло Значит На некоторое Время Берется Тайм-аут Значит Они поняли Что они Не сумели Эту задачу Решить Через некоторое Время Они вновь Возвращаются К этому Покамлали Прошло Еще некоторое Опять возвращаются А перерывы Между этими Камланиями Они камлают О чем-нибудь Другом Ну например Там Ну я даже Сейчас Ну например Вы же помните Медведев Носился С этой идеей 4и Там Институты Информации Еще что Инвестиции Валентин Юрьевич Ну как-то Неудобно Нашего Дмитрия Анатольевича Обсуждать Серьез Да Он Даже На шамана Он классический Шаман Извините меня Но поскольку Там с четырьмя И накрылась Медным тазом Он пришел К следующему Камланю Значит Превратим Москву В международный Финансовый центр Вот Надо сказать Что вокруг Него Собралось Немало Маленьких Шаманов И они С энтузиазмом Принялись Реализовывать Этот проект Превратим Москву В международный Финансовый центр Я даже Разговаривал Там с людьми Из правительства Москвы Из департамента Финансов Я говорю Вы-то вроде Люди Серьезные Вы-то понимаете Что это Все глупости Ну вот Они как-то Так жались Они не могли Перечить Вышестающему Начальству Но кончилось Дело чем Что построили Вот это Москва-Сити Еще что-то Там Они считают Что вот Они построили Эти небоскребы Это и есть Международный Финансовый центр Они даже Не понимают Что такое Международный Финансовый центр Ну это Карго-культ Карго-культ Когда строят Внешнюю форму Забывая Или даже Не подозревая О внутреннем Содержании Ребята Вы понимаете Это я разговаривал С людьми Из департамента Финансов Министерства То есть Правительства Москвы Я говорю Вы понимаете Что финансовый центр Это понятие Это не физическое Это Понятие Скорее Это вот Некая точка Понимаете Как в геометрии Вот В принципе Центр может находиться Где угодно Хоть на Марсе Хоть на Луне А они воспринимали Это все Как-то по-своему По-шамански Оказывается Значит Надо забухать Несколько миллиардов Долларов Кокотало Вложений В создание Вот этого Центра Москва Сити Это и будет Международный Финансовый Центр Ну вот На самом деле Они могли Вообще Эти коробки Не строить Построить Дата Центр И наладить Какую-то Систему Финансовых Транзакций Условно говоря SWIFT 2 И это уже Была бы Заявочка Серьезная Ну да Ну то есть Они начали Не с двигателя А с отделки Салона Автомобиля Мне пришлось Даже в те времена Написать книгу На Иерусалинских Рамках Финансовый центр Я просто там Дал исторический Обзор Как возникали Финансовые центры И что Грубо говоря Вот эта Верхняя часть Это уже Финальная стадия Для этого Сначала необходимо Создать Корневую систему А потом Уже появится Этот самый цветок В виде Бизнес-центра Москва-Сити А у них С другого конца Началось Ну вот Собственно Это подводит Резюме Под весь Наш сегодняшний Разговор Надо срочно Психиатра В Кремль И в Минфин Вот без Психического Освидетельства Персонально Для господина Орешкина Ну там По-моему Поголовно Там одним Орешкиным Трудно Ограничиться Господин Силуанов Тоже заслуживает Освидетельствования Ну что ж Вот на этой Такой Веселой Немножко И в то же время Грустной ноте Мы закончим Наш сегодняшний Разговор Но мы Продолжим Еще разбирать Политэкономику Что происходит И чего нам Еще ждать Для наших Зрителей Подписывайтесь На наш канал Ставьте лайки Под видео Есть мой Плейлист Можно кликнуть По нему И запустить Видео И приглушить Звук И пусть Что называется Крутится Ну и Используйте Двухфакторную Аутентификацию Потому что Сейчас идет Война С ботами Ютуб Ситуация Ну а в целом Мы продолжаем Следить У нас Еще запланировано Несколько Аналитических Программ И в то же время Прямые эфиры Также будут Выходить Мы будем Держать вас В курсе Подписывайтесь На наш канал Ставьте лайки Не забывайте Немножечко Донатить Лучше всего Если это будет На регулярное Слово Нови Допустим Регулярный Ежемесячный Платеж Небольшой Но регулярный Вот это Действительно Нам будет Очень К месту Спасибо До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok